хорошо друзья я хочу сегодня сказать по поводу нового года и в какую эру мы живем я чуть-чуть начинал об этом говорить среду то был тут что-то услышал я сейчас напомню и чуть-чуть приоткрою это смотрите как живет языческий мир и иногда это реально захватывает и нас я хочу чтобы ты это послушал люди живут с понедельника с нового года часто вот вы видите там ждут дат мистических 20 12 ждали да там я помню когда я мне было всего лишь 11 лет мы думали что будет когда вот эта зеркальная цифра 1991 вот 1991 год все там что-то будет и люди все так многие верующие вот в это реального ведутся на смотрите что еще происходит люди ожидают что новый год он что-то принесет такое типа ну может с нового года что-то начнется но цифры сами по себе календарные ни события на земле они уже давным давно не несут с собой никакого духовного послания вообще иисус это все отменил он не отменил календарный год и что делает календарный год он нам помогает просто фактическим планированием рада ну просто чтобы удобно было считать ну как есть вот такие знаете я читаю пророчества господь говорит 2018 год это особенный год 2018 год будет то 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 и то 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 я не верю в такие пророчества честно мы не живем по календарным бог точнее и царство его не существует вообще по календарным годам вы знаете ты можешь даже с уверенностью сказать что для бога сейчас на земле 2018 год это чушь вообще да и вдруг бокс небо говорит 2018 года когда мы все время говорим что толком вообще там никто не знает как это летоисчисления ведется у евреев сейчас там шеститысячный какой-то там вот ну там шесть тысяч какой-то там или 5000 какой-то да если вы там поедете куда-то на восток там еще куча календарей значит что значит ну это условность при которой нам просто удобно планировать наши земные вопросы которые в принципе по своей сути глобально ничего не значат что сказал иисус на эту тему луки 4 глава давайте подойдем ближе к этому вопросу и посмотрим в каком году сейчас живет иисус и всех кто его любит глава 4 луки 18 19 стих дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу и вот 19 стих проповедовать лето господне благоприятное и там дальше написано это все происходило в синагоге а если он вышел взял книгу пророка исаи прочитал эти стихи дух господин на мне ибо он помазал меня благовествовать нищим проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу проповедовать лето господне благоприятное и там написано интересная реакция людей он закрыл 20 стих закрыв книгу отдал ее служителю и сел я узнаете думаю что никогда вообще в библии ничего просто так не написано вот сказав это сказав это но если честно иисусу почти практически уже и нечего было сказать знаете вот написано и глаза всех синагоги были устремлены на него то есть он сел они на него смотрят и он отвечает говорит им следующие слова ныне исполнилось писание сие слышно и вами все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати исходившим из уст его а мы дадим богу славу сейчас вот это круто иисус пришел я сейчас чуть-чуть объясню почему именно таким языком иисус говорил с теми людьми вы здесь смотрите во первых что такое лето господне благоприятное лето это термин означающий год год он мы горим столько-то лет он горит лето это год здесь важно отметить дорогие друзья что он говорит лето господне то есть он говорит год господень благоприятный ну все вот с момента как объявил иисус этот год значит люди в синагоге засекли год но тогда бы иисус через год вынужден был сказать продляю этот год до или там но три года он ходил в этом благоприятном году и делал все что он выше вот здесь перечислил написано благовествовать нищим если от сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрение отпустить измученных на свободу амэн и тут и этот год не закончился через земной календарный год и через два и через три и после того как иисус воскрес он повелел продолжать этот год своим ученикам если он сказал все это все продолжается горит идите и отпускайте измученных на свободу слепым прозрение и так далее и так далее из этого я вам сегодня говорю вот что смотрите он говорит лето господне есть такое понятие что есть год человеческий а есть год господень давид употребляет такой термин дни неба вот что это означает вот это пришествие царства божьего на землю горит теперь дни неба и поэтому когда кто-то говорит сегодня что наступает следующий год и господь наконец-то за что-то там возьмется и начнет делать это вообще ерунда 2000 лет назад этот год стартанул это же сейчас не буду горит 2000 или нет вот с момента как иисус это сказал вот так будет точно 2000 не 2000 пускай считают там историки ученые теологи я говорю вот с момента как это было произнесено по крайней мере много-много земных лет вот этот год господень продолжается и что это за год есть еще такое слово знаете давайте употребим эпоха время эра амен вот это год господень и что это за год здесь здесь написано что иисус сказал лето господне какое скажи это благоприятное благоприятное если вы посмотрите на историю до хрена христианской эпохи то вы можете даже с удивлением обнаружить что даже трудно порой представить что что-то вообще благоприятное происходило до смотрите войны остались все там грехи и все все по оставалось трудно даже иногда разглядеть вообще да аминь но тем не менее иисус говорит лето господне благоприятное вот хочу сейчас чуть-чуть вам объяснить каким языком говорил иисус дело в том что приведу несколько мест писания выражение вот это лето господне благоприятное в ушах иудеев того времени ну то есть в понимании евреев воспринималась как ссылка на так называемый субботний или юбилейный год что это был за юбилейный год вы когда послышали вообще за юбилейный год в библии юбилейный год это было удивительно год когда бог давал через моисея законы он дал такое правило юбилейного года это был закон не подлежащий вообще никакому обсуждению вообще значит случался такой момент когда какой-то человек мог задолжать очень сильно у деньги кому-то да или одолжил денег и вернуть не может и тогда этот человек по закону мог быть взят в рабство для того чтобы отрабатывать долг иисус приводит эти притчи знаете играет один богатый человек позвал кого-то да помните посчитаться игры ты мне должен там сто тысяч талантов или сколько там да много играет все отдавай этот просил и этот богатый человек говорит ладно я тебя прощаю в другом месте он говорит когда говорит дает людям эту молитву да очень наш он говорит и прости ниндолги наши каким и прощаем должником нашим параллельно месе он горит и прости нам грехи наши как и мы прощаем должникам нашим всякому должнику нашему и так когда человек грешник Иисус называет его должник. Он говорит, это должник. И вот человек, как он отдает долги? Он пытается соблюдать какие-то вещи. Там в Библии мы читаем, он жертвы приносит. Он что-то делает для того, чтобы какие-то правила соблюдать, пытаясь свою греховность отдать как долг. И мы знаем, что этот долг невосполнимый. То есть человек находится в вечном рабстве. Или как Павел говорил такие слова. Я плотян, продан греху. Вот так. Обычное состояние грешного человека. Плотян, плотскую греху. Он вечно ведет эта борьба внутри со своей совестью. Он пытается что-то сделать даже хорошее, чтобы оправдаться, чтобы отдать этот долг. Да? Амин. И вот Иисус приходит и напоминает, говорит, вы помните, ну я так уже просто буду раскрывать. Он говорит, вы помните, есть такое правило, юбилейный год. Каждый седьмой год, вот календарный год, представьте, каждый человек, если ты имел в своем владении, в своем подчинении какого-то раба, вот продался кто-то тебе за долги, ну все, он тебе должен, вы здесь, он тебе должен, он продан за долги, он работает на тебя, но как только наставал седьмой год, по счету, ты обязан был его отпустить. Безоговорочно. Не так, что, ну ты там еще чуть-чуть остался должен. Нет. С прощением всех долгов. Полностью. Этому есть очень много мест в Писании, я уже все не буду читать, но, например, такой. Исход 21.2. Если купишь раба еврея, пусть он работает тебе шесть лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю даром. Скажи, даром. Второзаконие 15.1. В седьмой год делай прощение. И там описывается, что если человек тебя должен, ты должен его отпустить и все. И были там, знаете, такие хитрые люди, они такие думали, так, календарный год, сейчас у нас шестой идет по счету, значит, в следующем году прощение всех долгов. А этот просит у меня денег одолжить. Ну, если он за год не успеет отдать, придется простить. Не дам. И Бог строго говорит, нет, 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 нет. Сколько бы ни оставалось до времени прощения, ты должен открывать свою руку. Вот это, знаете, вечный вопрос. Кто Богу больше должен? Я чуть-чуть погрешил, и меня простили. А этот он всю жизнь, так ему хорошо, и нагрешился. Еще юбилейный год ему. Ну, знаете, как грешники. Всю жизнь он жил, он скажет, каюсь, и все. Да? Если действительно найдется в нем искренность, боль какая-то, знаете, покаяние, что он действительно по-настоящему искренне от всего сердца соединиться с этой истиной, ведь он может не поверить в нее. Просто поверить, что ты прощен. Он говорит, так я всю жизнь там убивал людей. Просто поверь, тебя отпускали. И смотрите, даже седьмой год не позволялось засевать землю. Представьте, даже земле, ну, если так можно сказать, прощались, ну, долги. Представьте, юбилейный год освобождал даже землю. Ее не засевали, с нее ничего не требовали. Она отдыхала, входила в покой. Еще один момент интересный, связанный с имуществом. Было такое, что если вдруг какой-то князь дарил своему, ну, имел наследие для своего сына, да, и вдруг если, интересная вообще штука, и вдруг если дарил что-то из этого наследия какому-то рабу, то рабу это наследие принадлежало только до момента юбилейного года. Ну, вот он так попользовался и должен был отдать. Ну, к примеру, там, землю, например, дал ему, кусок земли. Подарил. Но в седьмой год раб должен был отдать землю, потому что земля принадлежала только сынам. Наследие должно было перейти сынам. Вы сейчас просто мотайте на ум. Это очень прямое отношение к нам имеет. Знаете, вот знаете, как Иисус говорит, там, блажены кроткие, они наследуют землю, например. Сказали, ничего себе. Сейчас, по-моему, землями владеют совершенно не кроткие люди. Есть правило. Однажды всё равно всё это принадлежит нам. Не просто будет принадлежит, оно уже принадлежит нам. Каким-то образом. Сейчас мы это разберём. Итак, смотрите, друзья. Седьмой год — это был особенный год. Год освобождения от долгов. Год возвращения всего имущества. То есть всё, смотрите, я хочу сейчас подвести всё это одной фразой. Всё становилось на свои места. Тот, кто не должен был быть в рабстве, освобождался. Земля переставала, ну, то есть она отдыхала. Имущество возвращалось в свои места. То есть наводился полная божественная гармония. И так случалось один раз в семь лет. Ну вот приходит Иисус. Скажи это славное имя. Иисус. И вдруг говорит такую вещь. «Ныне исполнилось вот это время, которое сказано. Лето Господне благоприятное». Иными словами, Он бы мог сказать, «Теперь прощается всё всем и навсегда». Невероятно. Всё всем и навсегда. Смотрите, если в том случае прощалось раз в семь лет, Он теперь говорит, «А теперь настает дни неба, когда всё всем отпускается. Навсегда». Скажи на это «Аминь». Иисус спокойно в синагоге объявил это. Потом по Своём вознесении Он послал учеников по всему миру возвести то же самое. «Прощено всё, всем и навсегда». Он называет это время благоприятным. Вот ты терзаешься, может быть, знаешь. Я сейчас говорю не только за грехи. Смотрите, Он перечисляет такие вещи. «Отпустить измученных на свободу». Чем бы ты там ни был измучен? Чем бы ты там ни был зажат? Он говорит, «Слепым прозрением, исцелением». Может быть, когда-то Бог меня исцелит. Самое благоприятное время уже длится. Не следующий год принесёт нам удачу. Знаете, как? Не следующий год принесёт нам изменения. Следующий год не может ничего принести, потому что всё это возвестил и принёс Иисус раз и навсегда. Если ты думаешь, что у меня сейчас тяжёлая полоса. Ну, вот ты о себе так думаешь. Никакой тяжёлой полосы у тебя нет. Лето Господне благоприятное в разгаре. Друзья, в разгаре. Что бы ты там ни думал, что бы ты там ни проходил, это не отменяет того, что возвестил Иисус. Вот с этого момента, Он говорит, ныне исполнилось это время. Смотрите, ныне исполнилось благоприятное, вечное, Божья полоса. Какая зебра, какая чёрно-белая полоса. Ничего этого нет. Он говорит, ныне исполнилось. Он сказал это тогда. Год грядущий Он нам принесёт. Ничего Он не принесёт. Он принесёт, Он уже принёс, Он уже запланирован. Всё, что ты можешь делать, мы говорим, календарный год для планирования наших земных дел. Запланируй благоприятное. Слепым прозрение, как здесь написано, возвестить. И Он говорит, знаете, вот в Ветхом Завете, когда касалось этого седьмого юбилейного года, Он говорит, и каждый должен возвестить свободу брату своему. Это такой прообраз Евангелия. Или что ты делаешь, когда проповедуешь? Просто возвещаю свободу. Амнистию. Прощение долгов. Благоприятное время. Знаете, не только прощение, что касается прошлого, а ещё и благоприятное время, чтобы что-то делать. Хорошее. Что хорошее? Вот он перечисляет всё, что связано с Евангелием. От исцеления, свобода, отпустить. Всё, что нужно делать, это возвещать. Скажи Амин на это. Есть момент в этом всём. Я хочу сегодня, знаете, особенно его затронуть. Что происходит иногда? Давайте откроем место Писания. Иеремия, 34 глава, с 8 по 17 стих. Там описывается интересная история. Вы тут? Пророчество Божье, обличающее. Смотрите, что происходит. Слово, которое было к Иеремии от Господа, после того, как царь Сиддекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу. Чтобы каждый отпустил на волю раба своего, рабу свою, еврея, евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея, брата своего. Смотрите, что требовалось от народа Божьего. Это прообраз церкви. От народа Божьего требовалось, чтобы никто не держал в рабстве своего брата. Знаете, смотрите, как происходит. Я сейчас уже сразу перепрыгиваю в нынешнее время, в котором мы живем. Сначала объявили свободу. И смотрите, написано. И послушались все князя, 10 стих. И весь народ, которые вступили в завет. Кто здесь в завете с Богом? Мы все. Которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабу свою на волю и не держать их впредь в рабах. И послушали, написано, и отпустили. То есть сказали, эй, все, все прощено, вы все свободны, Иисус, там, знаете, ну, благовестие, Евангелие. И 11 стих. Но после того раздумавшие стали брать назад рабов и рабынь, которых отпустили на волю и принудили их быть рабами и рабынями. И дальше говорится. И было слово господник Еремии от Господа. Так говорит Господь Бог Израилев. Я заключил завет с отцами вашими, когда вывел из земли египетское, из дома рабства. И сказал, смотрите, что сказал. В конце седьмого года отпускайте каждый брата своего, еврея, который продал себя тебе. Пусть он работает тебе шесть лет, а потом отпусти его от себя на волю. Но отцы ваши не послушали меня. Ну, 16 стих, смотрите, он говорит. Но потом раздумали, обесславили имя мое и возвратили к себе каждый раба своего и каждый рабу свою, которых отпустили на волю. 17 стих. Ну, он там и говорит. И поскольку вы не послушали меня в том, чтобы каждый объявил свободу брату своему, зато вот я, говорит Господь, объявлю вам свободу подвергнуться мечу, моровой язве и голоду, и отдам вас на озлобление во все царства земли. И отдам приступивших завет мой и не устоявших в словах завета. Все понятно? Знаете, что происходит? Я вам показываю сейчас состояние вообще, вот даже религиозного мира. Сначала человек идет и возвещает благовестие. Говорит, ты свободен. Говорит, что? Знаете, люди почему в церковь идти иногда не хотят? Они говорят, что там делать надо? Какие правила? И ты ему сначала, ну как ты говоришь? Да, правил нет, люби Господа. Там как расскажешь об этой свободе, он такой, классная церковь. Приходишь, что мы с ним потом делаем? Вот это. А потом он вдруг обнаруживает, что такая свобода интересная. Столько всего. И поэтому, он говорит, отдается на озлобление миру церковь. Потому что церковь выглядит в глазах людей, как обманщики. Говорит, вы сначала там любите, любите, любите. Такая свобода, ничего делать не надо, а потом, оказывается, все надо делать. Еще хуже. И он, видите, он говорит, что моровая язва. Знаете, как моровая язва — это болезнь и смерть? Ну пусть даже в Ветхом Завете это вот так вот именно было. Сейчас это происходит в духовной смертности. Люди отпадают от Христа, увидев такое. Конкретно увидев, что свобода, которую объявили, знаете, ради чего? Объявили ради того, чтобы исполнить великое поручение. Иисус сказал, идите, возвестите, да, свободу всем народам. Они это делают, а потом думают, ну как это, если он такой свободный будет? Это же как-то, а мы? А тут просто корыстный мотив. Взяли такие, думают, ну, надо, чтобы он на нас работал. Как это он такой свободный будет? Нехорошо. И они берут и возвращают их назад. И это самое настоящее беззаконие. Во Второзаконии, 15 главе, в 9 стихе, Бог говорит, «Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался ни милостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя Господу и будет на тебе великий грех». Описывается ситуация, когда люди из какого-то корыстного мотива, они думают, ну, вот для этого человека ну, свобода, да, мы ее объявим, но как бы и объявим, но в то же время и принудим жить по закону, принудим жить по старому. Напомним ему, что ты все-таки еще должен. И Бог говорит, что это беззаконная мысль. Вот если ты хочешь знать, что такое беззаконие в Новом Завете, вот беззаконие в Новом Завете оставить людей без Христа. Есть закон свободы, который объявил Иисус. Он говорит, ныне исполнилось это время. Оно исполнилось, время свободы. Время, когда ты ничего не должен. Я столько дел наделал, но я уже, будучи верующим, что-то наделал. Знаешь, что это происходит? Когда ты говоришь, я уже, будучи верующим, что-то наделал. Ты говоришь, то есть я вернулся в то время, до того, как Иисус возвестил юбилейный год. Ты хочешь время вспять повернуть. Ты хочешь бросить вызов закону свободы. Ты хочешь вернуться в это рабство, о котором говорил Павел. Говорит, вы же остались без Христа. Если ты снова начал мыслить категориями, я согрешил, и я снова должен. Говорит, ты же без Христа остался. Все, тебя теперь только взять за жабры, я извиняюсь, и можно тебя использовать. Сказать, да, ты снова грешник, о, это замечательно. У меня есть для тебя куча вариантов. Например, делай то, 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 и тогда ты будешь свободен. И те, кто так пытаются делать, Иисус говорит им, вот если это беззаконная мысль тебя посетит, говорит, великий грех будет на тебе. Вот это и есть отлучить людей от Христа. Вот это и есть поступить беззаконно. Вот это и есть беззаконие Нового Завета. В Новом Завете беззаконие это сказать людям, что закон свободы на тебя не распространяется. Либо как-то сделать, знаете, религиозную манипуляцию, что свобода это хорошо, но ты еще должен тра-та-та-та-та-та-та. Библия говорит, берегись так делать. Сейчас много желающих, знаете, закабалить, сказать тебе, что ты что-то должен. Мы сами еще иногда с необновленным мышлением друг другу что-то такое говорим. И сегодня вот в канун, знаете, календарного Нового Года я хочу вам напомнить, ни 17-й, ни 18-й, ни 19-й, ни какой-то другой год не поменяет вот этого. Чего? Свобода объявлена. Юбилейный год настал. Знаешь, когда тебя будут спрашивать, может, кто-то спросит тебя, ну, это шутка, тебя спросят, какой сейчас год? Отвечай всегда одно слово, юбилейный. Какой юбилейный? А какой юбилей? О, ты не знаешь, и проповедуй Евангелие. Поздравляю тебя с юбилейным годом. А чем он юбилейный, 18-й? Ты не знаешь? И проповедуй Евангелие. Говорит, ты знаешь, что земля уже не живет календарными годами, потому что Иисус объявил совершенно другой год. Год неба. Год благоприятный. Я не буду тебе даже желать удачи. Удача была возвещена в синагоге еврейской. Спасителем, Иисусом Христом. Безоговорочно. Я сейчас, знаешь, хочу вот условия этого года зачитать. Условия освобождения. Вот интересно, на каких условиях Иисус это сделал? Безоговорочное освобождение без всяких условий и права на возврат. Безоговорочное, моментальное, седьмой год настал, все. Освобождение, при котором тот, кто владел тобой, грех, религия, желание внутреннее выплачивать Богу, дань, без права на возврат. Никакой выплаты. Там, знаете, человек мог в конце, вот в юбилейном году, он мог выкупить свою землю назад, если она была забрана за долги. Знаете, что такое выкупить? Ну, внеси цену. Это цену, значит, все-таки что-то надо заплатить. Конечно, Иисус это сделал. Цена уже даже заплачена. И больше скажу, я уже не буду место открывать. Там написано, что когда он будет от тебя из рабства выходить, говорит, дай ему еще все необходимое из того, что дал тебе Бог. Вот представь, ты отпускаешь раба, да, и с одной стороны ты так, эх, кто ж на тебя работать будет теперь, да? Он говорит, и еще дай ему с собой что-то. Вот что такое юбилейный год. Иисус говорит, я не просто пришел грехи простить, я пришел дать безоговорочную свободу. Без всяких условий. Я пришел заплатить выкуп за то, что ты потерял. То есть, если ты что-то в той жизни потерял, и думаешь, ну теперь я буду только что-то новое, оно все должно вернуться. Как Библия еще говорит, в семь крат иногда, да? В семь раз, если вор какой-то или что-то. Представьте, выкуп заплачен. Не надо быть этим бомжом, знаешь, который ходит. Как это делается? Как это делается? Я уверен, что каждый из нас еще имеет эту закваску в голове, бегать и что-то как отдавать. Богу и так я задолжал, много должен. Как он мне даст? Он говорит, я тебе еще хочу с собой дать. Не отпущу с пустыми руками. Иногда кажется, что ты пришел в церковь, пришел в Царство Божье, и тут как раз началось все самое веселое. Только отдавай, только отдавай. Но Бог говорит, видите, правила устанавливают, свобода, выкуп и еще с собой. Прошлое, настоящее и будущее. И это эпоха, в которой мы каждому объявляем эту благодать. Мы ходим, что мы людям возвещаем? А что делать? Ничего не надо делать. Я тебе скажу сейчас такие вещи, может быть, ты никогда не думал. Ты знаешь, что каждый человек грешник, он охвачен Божьим Духом. Святой Дух излился на землю. Каждый человек сейчас находится в его присутствии. Каждый человек объявляет каждого человека. Он просто ничего не знает. Представьте, можно взять от человека скрыть, что вообще год благоприятный. Ты рядом с ним. Это ты тот человек, который должен ему это объявить. Ты знаешь, что тебе не обязательно? Ты не должник плоти. Если ты вдруг сейчас примешь эту мысль, ты даже перестанешь грешить. ты не должен. Когда тебя плот тянет, грешит и скажешь, я тебе ничего не должен. Тебе сразу легче станет. Скажи кому-то рядом, настал юбилейный год. Давно. Время благоприятное. И последнее место я зачитаю, мы сейчас помолимся. Апостол Павел говорит 2 Коринфянам 6 глава, 2 стих. Он говорит, «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот смотри, некоторые люди говорят, слышит ли меня Бог? Говорит, во время благоприятное год Господень благоприятный, Он сейчас. Поэтому слышит тебя Бог. С тобой происходит то, о чем мечтать не могли люди на протяжении многих веков. Бог сейчас слышит тебя. Осознанно Тобой Он слышит тебя. Ты можешь говорить с Ним. Он говорит, «В день спасения помог тебе». И Павел говорит, вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Порицание церкви и вообще служение, даже твое личное благовестие, оно берется оттуда, когда начинаются условия. Вот все. Никаких условий. Он говорит, все, время благоприятное. Время благоприятное. Скажи кому-то, время благоприятное. Поэтому ощути сегодня, дорогой друг, когда ты вступаешь в этот календарный 2018 год, не то, что «О, теперь». Нет. Ты живешь в дни неба, в благоприятное время, в которое у тебя есть абсолютно все необходимое, как написано, для жизни и благочестия, для преуспевания в любом деле, которое ты задумал. Лето благоприятное, оно больше любого сезона, оно больше сеяние и жадо, потому что ты можешь сеять и жать в любое время. Вечное Божье лето. И поэтому написано даже, что 12 раз в году на небесах плоды созревают. То есть на каждый месяц, в любое время, вне сезона. Вот это Бог. Поэтому если ты еще прозябаешь в том, чтобы ожидать с надеждой, что когда-то что-то будет, засевай сейчас, начинай все, что ты хочешь, служение, начинай бизнес, начинай, ну да, так легко сказать. Я так и делаю. Я вчера своей жене говорю, слушай, я 15 лет церкви, я без войны не прожил ни одного года, но нигде меня враг не уложил и никогда не уложит. Начинал и вовремя, и не вовремя, и с территориальными духами, и без территориальных духов. И всегда было какое-то движение, всегда была какая-то жизнь, всегда было что-то интересное. Пока остальные, там, знаете, многие бегали, там, пытались договариваться, там, в инстанциях, там, чтобы сделали им благоприятную обстановку. Благоприятная обстановка уже настала. все для того, чтобы начать, все для того, чтобы жить, и все для того, чтобы закончить. В радости было объявлено Иисусом давно. Ничего не надо ждать. Вы смотрите, друзья, вот просто хочу из сердца сказать от души, вы видите, какая жизнь короткая? Она такая маленькая вообще. Я когда думаю, что сколько мне лет, мне в голове это не укладывается. И я думаю, что каждый взрослый человек, кому же там, ну вот там, родители ваши, вы спросите. И ты думаешь, когда я жил вообще? Когда я жил? И если еще в этой короткой земной жизни ждать, что-то там когда-то настанет. Боже мой, да когда ж мы жить-то будем? Закручивай, начинай смелее, все на твоей стороне, никаких долгов. Даже если ты сделал что-то не то, юбилейный год не отменился. Если ты пытаешься мыслить такими, еще раз говорю, категориями, что я что-то сделал и теперь уже этот юбилейный год на меня не действует. Нет. Ты что, хочешь сказать, что Бог отменил эпоху ради того, что ты там что-то натворил? Ты сошел с ума? Ты если что-то делаешь не то, вдруг лето пропало? Зима исчезла? Что? Какой сезон поменялся хоть из одного твоего поступка? Ничего не поменялось. И если Иисус сказал лето Господнее, Господнее слово означает вечное, благоприятное время. Значит, так оно и есть. Субтитры подогнал «Симон»